МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позади остались перемены, школьные звонки, переживания и страхи по поводу сдачи ЕГЭ. Всего в этом году 68 учеников закончили школу с золотыми или серебряными медалями. Я хочу сказать большое, вообще огромное спасибо моей маме, которая занималась с первого класса, учила меня учиться, это очень важно. Мне до последнего не верило, что я все-таки получу эту серебряную медаль. Но в этом очень большая заслуга моих родителей, моих учителей, моих наставников, за что я им безгранично благодарна, действительно, потому что если бы не они, вряд ли бы мне это удалось. Очаровательные девушки в бальных платьях, юноши в парадных костюмах. Родители смотрят на них с нежностью и в то же время гордостью. Выпускники читинских школ прошли торжественным шествием по городским улицам до площади Ленина, где прозвучали напутственные речи. Школьные годы – это всегда незабываемо, это то, что останется навсегда в нашей памяти. С одной стороны, радостно, что этот день, этот праздник для меня и для всех выпускников 11 классов. А с другой стороны, огорчение, ведь школьная жизнь – это, наверное, самое прекрасное, что было у всех людей. Завод по глубокой переработке рапсов «Краснокаменский», освоение крупнейших месторождений полезных ископаемых, строительство и запуск 4-го энергоблока «Хоронорская ГРЭС» – все это должно появиться в нашем регионе к 2030 году. По крайней мере, такие цели записаны в плане сбалансированного роста, стратегии развития Забайкальского края. Документ был представлен вниманию общественности в понедельник, 24 июня, и будет обсуждаться в течение всей недели. По словам в Рио губернатора Константина Ильковского, обсуждение программы развития не должно замыкаться в рамках каких-либо ведомств. Предложение и идея о том, что нужно менять, правительство принимает от всех желающих. Оставить обращение можно в том числе на сайте Забмедиа.ру в рубрике «Помоги министру». Это должен быть такой достаточно широкий круг участников. Это и экспертное сообщество, это и профессиональные союзы, это и политические партии, общественные организации. И, безусловно, активные жители Забайкальского края, да любой, кто может предложить свою точку зрения на ту или иную проблему. В первый день обсуждения участники выслушали доклад Баира Галсанова, исполняющего обязанности руководителя Минэкономразвития края. После, во время обсуждения услышанного, предприниматели заострили внимание на необходимости усилить меры поддержки малому и среднему бизнесу в регионе, к которому, по их словам, без помощи государства придут кранты. Развиваться не дают высокие аналоги и арендная плата за помещение. В Чите нужно что сделать? Нужно искать, изыскивать площади для малого бизнеса, какие-то бизнес-парки, вот машзавод, там, может, станкозавод, возвращать их, эти территории сдавать людям под меньшую аренду. Если не решить эту проблему, то в ближайшем будущем в крае сформируется крен в сторону крупного бизнеса при почти полном отсутствии малого, утверждали собравшиеся. Константин Ильковский и Баир Галсанов пообещали проработать этот вопрос и внести необходимые поправки в стратегию развития края на ближайшие 17 лет. Мат – одна из составляющих русского языка, сказал в эфире радиошансон депутат Государственной думы Адзебайкальского края, народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Заявление было не случайным. На днях президент России Владимир Путин подписал закон о запрете ненормативной лексики в СМИ. Авторитетный народный избранник поддержал эту инициативу, но отметил, что в повседневной жизни без матов не обойтись. А согласны ли с этим избиратели Иосифа Давыдовича? Выяснила съемочная группа «Запмедиа.ру», выйдя на улицы Краевой столицы. Русский язык достаточно богат, чтобы использовать другие части речи. Ну зачем? Можно уже и так общаться. Нет, нельзя. Особенно при детях. Конкретно я стараюсь меньше выражаться матом, потому что воспитанным. Не при женщинах и не при детях. Я не знаю почему, но я думаю, что нет. А вы сами не выражаете? Нет. Я честный. На заседании правительства Забайкальского края 25 июня чиновники в очередной раз рассмотрели вопрос о повышении зарплаты учителям. Оплата труда педагогов была пересчитана с февраля этого года, а с 1 июня произошло увеличение стимулирующих выплат. Месяц назад мы приняли распоряжение, которое повысили заработную плату работникам физической культуры, работникам министерства культуры, работникам социальной сферы. И вот сегодня рассмотрели вопросы, связанные с работниками образования. Как пояснил министр финансов края Андрей Кефир, оклад у бюджетников повысится аж на 50%. Также на 50% увеличатся и стимулирующие выплаты. Чиновники уверены, что данное решение позволит поднять зарплату педагогов до 27 тысяч рублей, то есть до уровня средней зарплаты по региону. С 1 февраля будет повышение, проведет повышение оклада. Разницу заплатят. Когда непосредственно, вы думаете, учителя получат живые денежки? Потому что после выхода из отпуска они получат живые денежки. Об этих и других событиях читайте на сайте забмедиа.ру